Получилось так, что Петр Александрович, когда мы работали вместе, ну он же живет и сейчас на родине своих родителей, там у него есть свой дом. И когда-то он повез туда, в эту самую усадьбу, и показал вот эту вот гармошку. Ну, я, конечно, когда увидел, я, по-русски говоря, обалдел и даже не знал, с чего начинать и куда нажимать. После того, он говорит, ну подожди, подожди, ты так и не сможешь. Вот это уже меня заявило. Я долго-долго копался, часа два, наверное, не меньше. Там всем было интересно, а у меня была одна задача. Петр Александрович, конечно, немножко удивился, когда я что-то там начал, но все-таки строй этот, я все-таки в нем разобрался. Так вот, я что хочу сказать. Петр Александрович, он очень скромный человек, он очень талантливый человек, очень талантливый. Это, во-первых. И что еще интересно, что ведет он свою линию от отца, который тоже был виртуоз-музыкант. Так что, видите, идет у нас династия. Это тоже великое дело. Пожалуйста, просто спасибо. Дорогие друзья, я очень рада, наверное, вы все удивитесь. К нам пришел в гости поздравить Бориса Владимировича, глава администрации города Виктор Васильевич Шубин. Дорогие друзья, я приношу извинения, что в час неурочный пришел, но я думаю, вы понимаете, что не всегда все зависит от моего желания. Поэтому я, когда смог, пришел, тем не менее, я искренне люблю нашего юбиляра Бориса Владимировича, ценю и уважаю его за тот титанический труд, который он делает на благо нашего города. А еще больше люблю его за его высочайшие человеческие качества. Хочу искренне поздравить вас, Борис Владимирович, пожелать вам здоровья, благополучия, творческих поисков и удачных поисков. Ну, а то, что в городе вас знают, ценят и любят, я думаю, вот свидетельством того сегодняшняя наша встреча. С праздником! Всех благ! Дорогие друзья, мы сегодня еще не раз услышим пожелание и поздравление нашего юбиляра. И я сейчас, конечно, предоставляю музыкальное слово Петру Александровичу Поливанову, его директору музыкальной студии. В 1968 году куда пришел Борис Владимирович. Пожалуйста, Петр Александрович. Петру 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 Александрович. КОНЕЦ 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 Валерий Ярович, я обращаюсь с вами, с заведующим отделом культуры, я обращаюсь к Виктору Васильевичу Шубину, ну виртуоз, во дворской культуре он должен работать, угадарим его, вот уже сколько угадарим, как я министром. Мы все равно уговорим, уговорим, Федор Александрович, я с ним пела вираз. Что еще хотите что-то исполнить? Пожалуйста. Я знаю, что Борис Владимирович любит песню, очень черную. Я хочу ему, нет, я петь не буду, я хочу ему исполнить сейчас немножко в таком легком эстрадном стиле, очень черную. Вариации мы со всеми, да, слушаем вас. КОНЕЦ 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 когда брат его тут работал. Прекрасные музыканты. Спасибо, Петр Александрович. Дорогие друзья, у нашего юбиляра в хоре очень много солистов. Это прекрасные солисты. Он специально писал для них песни, учитывая их особенности, индивидуальности, их тембр голоса. И вот одну из солисток хора я хочу вам представить. Это Лидия Абиткова. Абиткова. Люблю тебя, моя Россия, моя красавица земля. Твои рассветы золотые уны, безранние помя. Твои рассветы золотые уны, твои безранние помя. Тобой горжусь, мой крайний имя, хранитель, испытавший труд наслед Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо вам. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. 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 Вы, Сергей Криского, Отработник дворца культуры, руководитель эстрадной симфонистской оркестра преподносит вам свои поздравления. Борис Владимирович, по-жаломусто серат. Вот я уже начал волноваться. Сейчас, прибавим на русchuss. Но я хотел бы начать такими словами. Есть люди те, которых я люблю Есть те, которых уважаю Бориса Кончарова обожаю Вы знаете, мне всегда-всегда приятно с этим человеком общаться Почему? Потому что в нем столько, что охватить просто невозможно И поэзия, и музыка, и вообще И очень много воспитательной работы Он проделан совместно И вообще я многому учусь от старшего товарища Я бы хотел бы от лица Муниципального духового оркестра Мы совместно проводим творческие вечера От лица эстрадосимфонического оркестра Поздравить Бориса Владимировича Кончарова С юбилеем Это молодой еще юбилей, я думаю Пожелать ему крепкого здоровья Семейного счастья И побольше, побольше песен Мустифу Дай Бог самого наилучего И примите от меня скромненький такой подарок Поэт Пестера, мне кажется Здесь мне вот замечание сделали Ну что ж, вечер идет Праздник продолжается А никто ничего не наливает Дорогие друзья, ну налейте, выпейте За здоровье юбилея нашего Мужчины, где же вы? Почему сидите? Женщины, посмотрите, сидят Уважаемый Борис Владимирович, сейчас пока набирают бокалы Уважаемый Борис Владимирович, бокалы налиты Все выпьют за ваше здоровье Но, вы знаете, я чуть-чуть не забыла С Украины-то, с Полтавщины И с вашей родины Малой родины Приехала народная артистка С Думы и Кубани И с Полтавщины, так она сказала мне И хочет вас поздравить очень Приглашаем Гануся Серегина на сцену Ой, подружки, мои люблюсь, боль троя Та bliss, эта стихи, та деться другое Та махай умжеве В konsern punishна сталие А душа у него вечно молодие Ой, 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 елененци Оснажды, пока любила, чтоб vivid coronest Ох, что ли ты, под aktом Субтитры делал DimaTorzok 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 Даже Островского играли Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok